Порядка 4 тысяч человек прошли в колонии бессмертного полка Казанского университета. Многие пришли со своими семьями, говорили, что вместе с ними в виде нам строю шествуют и те, кто отдал жизнь, молодость, во имя свободы и счастливого будущего своей страны. Проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский пришел с двумя портретами своих дедушек. Георгия Таюрского, который защищал Москву, и Василия Морозова, генерал-майора авиации, который в 41-м году бомбил Берлин. Знаете, это великий праздник. Вот я себя сегодня поймал на мысли, что, наверное, мое поколение или немножко около моего поколения, это последнее, кто слышал из первых уст все истории, все рассказы о том, как было это все, как все проходило, не по книжкам, не по кино, а и действительно с первых уст. Поэтому хотелось бы, чтобы наши дети, внуки тоже это знали. Проректор по социальной и воспитательной работе КФУ Ариф Межведилов глубоко убежден, что День Победы несет особенное значение для современной многонациональной России. Сегодня я считаю, что наша Россия, наша страна, это вообще генератор и центр вот этого праздника. Миссия, значит, нашей России, нашей любимой страны, взять на себя вот это вот бремя ответственности за все то, что было в то время и после, и сейчас. Поэтому в нашей стране День Победы, он останется в сердцах на века. Помимо проректоров в колонии Бессмертного полка КФУ, прошли директора, профессора, преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники Казанского университета. Я очень хотела пойти на Бессмертный полк, именно с табличкой своего дедушки. В этом году я наконец-то ее подготовила. Мне очень жаль, что я его никогда не видела. Я бы очень хотела узнать, послушать его, но он никогда не любил это рассказывать, как сказала мне об этом бабушка. В сохранении памяти о наших предках, которые воевали, которые погибли за нас, это наш святой долг всех, кто сейчас жив от малого до великого. Это очень большое событие, потому что, наверное, нет ни одной семьи, которая бы не затронула Великая Отечественная война. И эта победа, это то сегодняшний день, с которым мы живем, это то мирное небо над головой. Шествие проходило по центральным улицам города, Карла Маркса, Лобачевского, мимо парка Черное озеро и по Кремлевской, а завершилось на площади Тысячелетия. По предварительным данным, в этом году участниками акции Бессмертный полк в Казани стали около 170 тысяч человек. Камиль Гемоздинов, Александр Юдин, Универньюз.